В начале года автопроизводители подводят итоги и намечают планы. Поэтому мы сосредоточили усилия на изучении итоговых пресс-конференций «Автоваза» и «Камаза». Оба умудрились получить прибыль, что особенно удивительно для Волжского автозавода, восстанавливающего разрушенный модельный ряд буквально по крупицам. «Камаз» же и вовсе удивил. Компания консервативно выдерживает баланс доходов и расходов, впереди масштабные проекты по локализации необходимых узлов, а ближайшей новинкой будет санкционно устойчивой и сразу обновлённый тягач «Камаз» К5 «Нео». Ульяновский автозавод планирует будущее с опорой на китайские агрегаты. Благо, синергия с коммерческими «джаками» из Елабуги для компании «Солерс» вполне логична. Тем временем сами китайцы продолжают выводить на рынок новинки. В продажу уже поступил кроссовер «Черри Тига 7 Pro Max», а на подходе — седан «Джили Эмгрант» свежего поколения. АвтоВАЗ подвёл итоги года на традиционной январской пресс-конференции. Год оказался настолько сложным, что снижение продаж на 46% рассматривают как победу. Ещё бы, ведь остальной рынок рухнул на все 59%. Всего в России реализовано меньше 200 тысяч лад, хотя вместе с экспортом производство всё же набрало 220 тысяч. Половина из них — это «Гранта». На втором месте оказалась давно не выпускающаяся «Веста» с результатом 29 тысяч машин. Однако сам АвтоВАЗ предпочитает выводить на вторую строчку семейство «Нивы», складывая примерно равные результаты «Нивы Тревел» и «Нивы Ледженд». Следом идут универсалы и фургоны «Ларгус» и хэтчбеки «Х-Рэй». Интересно, что более 40% машин продано юрлицам, в позапрошлом году корпоративных клиентов было только треть. Из-за проблем с импортными поставками АвтоВАЗ продолжает время от времени выпускать некомплектные машины, которые приходится дооборудовать по мере прихода деталей. Причём трудности возникают даже с формально неподсанкционными компонентами. «Очень часто идёт отказ по тем элементам, по которым есть возможность, пока они ещё не включены в санкционные списки. Но при этом наши партнёры, глобальные производители, из-за рисков в целом ведения бизнеса с Российской Федерацией и необходимости перепроверки, многократной перепроверки, так называемого комплайнса, они отказываются от поставок или на какой-то период блокируют их». Несмотря на многомесячный простой, закончить год удалось в плюсе, показав чистую прибыль в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Однако в нынешнем году прибыли, вероятно, не будет. Впереди сложный перезапуск производств и грядущее списание оснастки для выпуска автомобилей Рено и французского двигателя HR16. «Весной мы планируем запуск производства долгожданной Весты. И осенью мы планируем старт производства Ларгуса. Поэтому модельная линейка будет расширена нашими двумя достаточно серьёзно продаваемыми автомобилями в прошлом». Как мы и предполагали, выпускать Весту начнут с 8-клапанным мотором 1.6. 16-клапанник вернётся в мае. Для него калибруют новый блок управления. Из ранее неизвестного Веста сходу получит АБС, после чего систему поэтапно вернут на другие модели. Наконец, АвтоВАЗ определился с двухпедальными версиями. Они вернутся в 2024 году. И это будет вариатор, не названный пока, но наверняка, китайской фирмы. В Новый год с новыми ценами решили маркетологи Ульяновского автозавода. Так что внедорожники «Патриот» и пикап 23-го года выпуска обойдутся покупателям на 30 тысяч рублей дороже прошлогодних. Кроме того, обе модели отныне доступны в единственной упрощённой версии «Бэйс» и «Кар». Выбрать коробку передач или набор оснащения больше нельзя. А покупателю теперь предлагаются исключительно пакетные опции. Фанаты «Патриота» и «Пикапа» могут разве что заказать нужный «Экостандарт» — Евро-2 или Евро-5. Притом более грязный выхлоп позволит сэкономить 20 тысяч рублей. Неэкологичный «Патриот» отныне стоит от 1 миллиона 530 тысяч. Антиблокировочной системы и подушек безопасности для внедорожников Ульяновского автозавода больше не предлагают. Список опций выглядит странно. При желании иметь штатную мультимедиа и подогрев сидений нужно заказывать пакет аж за 250 тысяч рублей. Впрочем, в этот комплект также входит множество другого оборудования, вроде окрашенных дверных ручек и тому подобных украшательств. На те же 30 тысяч рублей подорожал и заслуженный УАЗ «Хантер». Притом разница между двумя моделями теперь совсем невелика. За ветерана просит 1 миллион 390 тысяч рублей. И это с мотором уровня евро-ноль и в бедной версии Classic Fleet. Между тем, УАЗ продолжит выпускать модели классических семейств «Буханка» и «Хантер». Эти машины останутся на заводском конвейере, пока есть спрос. Такое заявление газете «Коммерсант» сделал Адиль Ширинов, глава Ульяновского автозавода. Из его слов следует, что даже нынешние, то есть совсем небольшие объёмы выпуска этих машин приносят компании прибыль. Но естественное замещение более современными продуктами, которые нужны клиентам, конечно, будет происходить, добавил Ширинов. Также гендиректор УАЗа Адиль Ширинов анонсировал скорое появление нового турбодизеля. Это будет мотор китайской марки «Джак». Вдобавок автопромышленник предрёг внедрение шестиступенчатой механической коробки передач. Такая возможность появилась после того, как группа «Солерс», в которую входит УАЗ, начала производство коммерческих автомобилей «Джак» под маркой «Солерс». В настоящее время УАЗики оснащаются российскими двигателями «ЗМЗ» и китайскими коробками «Баик». Это будет как минимум третья серьёзная попытка перевести «Патриот» на тяжёлое топливо. До этого модель примеряла дизельные движки «Фиат» и «ЗМЗ», но по разным причинам выпуск этих модификаций не пришлось сворачивать. Первой рыночной новинкой наступившего года стал кроссовер «Черри Тига 7 Pro Max», продажи которого стартовали прямо 1 января. Это рестайлинговая версия, хорошо знакомой россиянам модели «Тига 7 Pro» образца 2020 года. С обновлением пришли изменённый дизайн передка и несколько других нововведений. Например, на крышке багажника теперь красуется надпись «Черри» вместо фирменной эмблемы, а на передних крыльях появились декоративные накладки. В салоне появилась новая передняя панель, объединившая экраны приборов и медиасистемы диагональю 12 с третью дюйма каждый. При этом мультимедиа стала шустрее, шумоизоляция качественнее, а фильтрация воздуха эффективнее. Техника осталась неизменной. Кроссоверу по-прежнему полагается 147-сильный полуторалитровый турбомотор, к которому прилагаются вариатор и передний привод, но также обещано и полноприводное исполнение. В начальную комплектацию включены шесть подушек безопасности, отделка салона эко-кожей, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и электропривод пятой двери. Другая интересная премьера состоялась в соседней Белоруссии. Там дилеры марки Geely неожиданно начали предлагать клиентам седаны M-Grand нового поколения, который вскоре должен появиться и в России. Машина представляет собой довольно крупную четырёхдверку. Во всяком случае, в длину китайский дебютант обходит вазовскую Весту на добрые четверть метра. Но под капотом скрывается скромный полуторалитровый атмосферный двигатель. С механической коробкой Geely стоит 45 тысяч белорусских рублей. Это 1 миллион 200 тысяч российских. В оснащение модели входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, мультимедийная система и ряд других опций. Доплатив 200 тысяч российских рублей, покупатель получит вариатор, светодиодную оптику, виртуальные приборы и другие приятные дополнения. Пока нашим соседям доступны автомобили китайской сборки. Но уже весной производство Энгренда должен освоить борисовский завод Белджи, где сейчас полным ходом ведётся соответствующая подготовка. Дата российской премьеры пока неизвестна. Но китайцы, очевидно, спешат, желая поскорее занять нишу, освободившуюся после того, как опустили шоурумы марок Киа, Хёнде, Шкода и Фольксваген. Итоги прошлого года подвёл и КАМАЗ. Несмотря на перебои в поставках деталей и неравномерную загрузку конвейеров, вынужденный доукомплектовывать часть грузовиков уже на складах КАМАЗ рассчитывает собрать по итогам года 43 828 автомобилей. Лишь на три сотни меньше, чем в 2021-м. При предварительном плане в 45 тысяч. В финансовом аспекте год оказался самым удачным за последнее время. Чистая прибыль ожидается более чем в 5 миллиардов рублей. Но детальной статистики гендиректор Сергей Кагогин не раскрыл. В условиях санкций, чтобы не провоцировать новые ограничения, правительство разрешило не публиковать финансовые отчёты до середины наступившего года. И КАМАЗ этим правом воспользуется. В 2021 году компания принесла 4 миллиарда 600 миллионов рублей чистой прибыли. План на 2023 год 5 миллиардов. Инвестиционную программу не урезают. В прошлом году она потребовала 15 миллиардов рублей. В новом году заложены 20 миллиардов. Причём главной темой программы будет локализация задних мостов. Напомним, что для новейших КАМАЗов ведущие мосты поставлял Даймлер. Передние же оси в Челнах успели освоить в конце 2021 года. Вообще, вопросы, связанные с выходом иностранцев из совместных проектов на 99% решены. Единственным спящим акционером остаётся Даймлер. Сергей Кагогин описал ситуацию так. Для нас основная тема с Даймлером — это его выход из совместного предприятия ДК РУС. Когда всё начиналось, партнёры рассуждали так. Давайте подождём, разберёмся позже, если всё быстро закончится. Теперь все понимают, что санкции надолго и присутствие на российском рынке стало очень серьёзным риском. Они ищут способ выйти из установок. Если партнёр ставит условия о своём возвращении по окончании конфликта, мы подписываем опцион, но у него есть свой срок жизни. Нынешнее присутствие Даймлера в акционерном капитале нас никак не беспокоит. Акции на бирже котируются, периодически бывают всплески. Что касается рынка в целом, то КАМАЗ рассматривает три сценария. В худшем случае за 2023 год в России будут проданы 60 тысяч грузовых автомобилей массой от 14 до 40 тонн. В лучшем — 79 тысяч. Сама компания прогнозирует рынок на уровне 65-68 тысяч и планирует продать около 40 тысяч машин. Ещё 4 тысячи уйдут на экспорт. Основой модельной гаммы КАМАЗа остаётся классическое семейство К3, которое пользуется стабильным спросом и оснащается как старой восьмёркой КАМАЗ-740, так и национализированными шестёрками Cummins, получившими индексы КАМАЗ-667 и 689. Нарастить производство свежих семейств не удалось. Наоборот, если в позапрошлом году КАМАЗ выдал почти 10 тысяч грузовиков серий К4 и К5, то в минувшем выпуск упал более чем вдвое. Сделано 4193 машины, из них 2549 К4 и 1649. В статистике наступившего года тоже будет некоторое число грузовиков К4, которые соберут из остатков комплектующих. Но история этого семейства подошла к концу из-за санкции примерно на год раньше запланированного срока. А вот семейство К5 усиленно избавляли от санкционных компонентов и готовили к крупносерийному выпуску. Ряд технологий в нашей стране отсутствовал, в частности, горячая штамповка. Мы с металлургами и нашими партнёрами вынуждены были заниматься тем металлом, который позволит выпускать нужные детали по технологии холодной штамповки. Сомнения были, но всё получилось. К настоящему времени К5 локализован на 70-80%. Замену нашли для 2300 деталей, а заодно машину модернизировали. Улучшенный вариант получил приставку Нео и выйдет на рынок в марте. Причём первые полгода старые и новые варианты будут собирать параллельно. Главной приметой Нео будет обновлённый двигатель R6. Его объём увеличит с 12 до 13 литров. Модификация 910.50 обещает пониженный уровень шума и экономию топлива — почти 2 литра на 100 километров. А межсервисный интервал нового тягача увеличат с 120 до 150 тысяч километров. Попутно расширено моторное производство, построенная пять лет назад линия поначалу могла собирать двигатели буквально поштучно. Первую тысячу сделали лишь весной 2021-го. Год назад мощность конвейера достигала 12 тысяч моторов ежегодно, а за минувший год её нарастили до 30 тысяч. И этого хватит надолго. Ведь крупная рядная «шестёрка» ставится только на новейшие «Камазы К5» и не помещается под кабины старых «Камазов К3». В 2023 году челнинцы собираются сделать 10 тысяч машин новых поколений. Расширится и модельная гамма. Например, выпуск самосвалов с кабиной «К5» развернут в четвёртом квартале. Ещё одно направление «Камазовских» инвестиций — это электробусы. Нынешние электрические автобусы, выпускаемые нефтекамским автозаводом, сильно зависят от импортных комплектующих. Ключевой компонент — ставший дефицитом электропортальные мосты ЦТФ, в которые встроена пара электромоторов этого же немецкого производителя. Чем конкретно будет заменён этот узел, пока не ясно. Минувшим летом «Камаз» доверил НИОКР по аналогу совместному научно-образовательному центру с институтом имени Баумана. Но даже в случае успеха на внедрение понадобится время. Скорее всего, у «Камаза» готово временное решение. Ведь главный электробусный клиент Мосгортранс не ждёт и намерен закупать по полтысячи машин в год. К слову, прошлогодний заказ «Камазовцы» закрыли в декабре, отправив последние 33 электробуса. Опытный антисанкционный образец уже есть и докатывает зимние испытания. Серийное производство начнётся в феврале, и с этой машины «Камаз» выступит на очередном тендере.